Всем куб подписчники, с вами как обычно Паша Клэнси, это первый патруль в 2023 году, записанный через 5 минут после предыдущего патруля. Мы как обычно поищем чьи-то расиков, посмотрим как они себя будут вести и в принципе порепортим парочку из них, точнее вердиктики все мы выскажем. А мы полетели? Че, ждать-то вообще долго? Итак, у нас первая каточка и на удивление человечек вниз не смотрит, но тут как бы все понятно, да? Типа уже, конечно, подлагивает демочка, немножечко, самую малость, вообще сильно она подлагивает, так на самом деле. Но здесь все супер понятно, как бы, можно даже до конца не смотреть эту демку. Смотри, что творит, блин, колокол, клоун. Так ты клоун, а не колокол-то получил. Ой-ёй, ой-ёй. Какая тупизда вообще, что это вообще за глупость, тупость? Куда ты смотришь? Тебе этот цветочек подрастает, и че? Он вообще, кстати, сейчас своего солюза как-то этого убил. Как это произошло? Вот, Молли закинул, Урагану, Ураган, тварь, читер, тоже лох, смотри. Вот, посмотри, все, он вас ждет просто вот этих вот двоих. Просто горшуны. ХВХ. ХВХ это очень весело всегда сотреть в патрулях, это просто вообще... О, невероятно. Такие вообще клоунады прям жестко происходят. Так, ну че у нас, банихопит в сторону вот этого пауза? Нет, на самом деле, че, это не читы, это он просто на колесико мышки, короче, очень, ну, часто крутится и очень своевременно. Хе-хе-хе, это вообще клоун надо. У Банжи там тоже какие-то проблемы, блин, с вестибулярочкой, я не знаю, что-то... Дергается, дерганный какой-то персонаж. Обратите внимание, у всех вот эти СГшки, вообще у всех, то есть это явно, ну, типа ХВХшка. Мы уже поняли, что это ХВХ абсолютно еще с первого раунда. Да тем не менее, это очень веселая какая-то хрень. Почему Альфа и Кит не купили ничего? Потому что Кит у нас в АФК стоит. Кит? Так. О, этот его не заметил и, конечно же, шмалел. Че-то не выстрелил. Странный такой не выстрелил просто, да? И ХВХ, блин, нравится. Почему он не выстрелил? Надо было, чтобы он выстрелил. Был вообще класс. Но он не выстрелил, ничего не сделал, лох. Да, здесь не простреливается, к сожалению. Не простреливается. Ну, зачем они стреляют в цветочек? Зачем? Вот, че тебе цветочек чем вообще не угодил, скажи мне вообще? О, класс. Ладно, все, хватит на эту клаунаду смотреть. Тут все понятно, я думаю. О, надеюсь, что мой микрофон не был проблемным в той катке. Как я уже и говорил. Ко мне скоро оборудование приедет новое, все будет нормально. Помощь прицеливания. Конечно же, да. Конечно же, да. Конечно же, да. Последний пункт, к сожалению. Ну, хотя можно и так сказать. Так что ждем следующую катку. Ну что, дружище, я тут шляпу эту снял, короче, с себя. И мы смотрим следующую игру, так сказать. Конечно же. Надеюсь, что с микрофончиком опять же проблем не будет. Я понимаю, что надоел об этом говорить. Но, тем не менее, уж очень хочется все нормально записать. Так, подозреваемого, че у нас? 63% попадания в голову. В принципе, он достаточно уверенно двигается. Даже чуть-чуть что-то чекает. Ну, о, заметил, смотри. А тот-то не знает. А че, он даже в его сторону не повернулся. Типа, как это вообще? Так, ладно. Ну, он достаточно агрессивно играет. Забрал в голову, хотя садился черт пойми куда. Этого было слышно. Он его тоже забирает. Этого тоже слышно. Тоже забирает. И эстого сейчас, по-моему, тоже заберет. Пролагало чуть-чуть. Ну, ладно, хорошо. Это эйс, конечно же. И это не первый, кстати, выигранный раунд для тереков. Я подумал, что он почему-то за команду КТ играет. Ну, ладно. Давай будем смотреть следующий раунд. У нас паласы на этот раз двигается. Хорошо, хорошо. Давай посмотрим, что ты себя будешь представлять, дружище друг, брат, братан. Так. Вычекивает вроде. Че-то смотрит тут. Лево-право. Туда-сюда. Опа. Заметил. Забрал. Заметил. Не забрал, к сожалению. Слушайте, нету пока никаких абсолютно подозрений. Все достаточно обычно. То есть, он просто агрессивно лупится и все. Может быть, смурф какой. Ну, ладно. Сейчас посмотрим дальше. Так. Ладно. Он усадился непосредственно в сторону СТ-РС. Ой-ой-ой. Че-то ему сейчас, наверное, не очень сильно повезет. Забрали его, да. И... Но террористы при этом все равно раунд забрали. Окей. Устрался, смотри. Ревод вверх. Понятно. Ладно. Давай смотреть дальше, что я себя будут, ребятки, представлять. Он опять на супер-агрессии бежит просто в сторону Б-точки. Ждет поджима с Андера, но с Андера поджима не будет. Потому что никто не собирается, так сказать, никуда идти. Какого-то слышно было? Этого чуть-чуть видно, по-моему, да? Да. Ну, теперь уже понятно, что он там есть. Так. Каешечка, конечно же, хорошая Каешечка. Смотри. У него всего лишь 7... Так, его забирают. Хорошо. У него еще мало ХП было, так сказать. Так, и двое у нас ластовых непосредственно в пяту. Ситуация 2 в 3. И разыграет ли эту ситуацию... Ага. Первый готов. Так. По-моему, он чуть-чуть префнул. Но нужно еще сотреть раунды. Конечно же. Быть может, он себя покажет во всей красе немножечко позже, как это было в одной из предыдущих ката, которые я когда-то смотрел. Закидывает флешку Вандер. И проходит Вандер потихонечку. Идет смотреть окошко. Потому что там есть Траус. И это, видимо, его супер... На. Хорошо. Ооо. Жестко залетело. Но читов я пока что здесь не вижу, так сказать. Так. Пластинский у нас двигается в сторону Шарта. И сейчас его, наверное, подозреваемый, возможно, что словит. Его слышно, если что. Попытался в голову. В голову не получилось. Не залетело, что называется... Ну, типа, просто не зарегистрировалось по ссылке там какой-либо. Ладно, давай будем смотреть дальше. Что же он будет себя представлять? Он заходит в палосы. И непосредственно около палосов есть айсберг, который... Которого сейчас было слышно, как он по лесенке там, короче, взабирался. Так. Ну, он, типа, все вот эти позиции хотя бы просматривает. Все более-менее адекватненько в этом плане. И, ну, тикет он не чекнул. А, ну это все. Это получается... А что, серьезно? Такая быстрая... 23 минуты. Полная катка. Ничего себе. Смотрим на экстраунд, и он берет диггл. Берет диггл. Упрометчивое. Решения такое достаточно. Потому что с диггла залетает далеко не всегда. Особенно на пистолетных раундах, где тебя просто-напросто зажать могут. Вот это очень какая-то странная была херня. Этот даже не вышел под прицел. И этот тоже даже не вышел толком. Что началось-то? Ты же был нормальный. Эйс. Да. Превчики, конечно, такие себе. Я так скажу. Печально. Ну ладно. Будем смотреть дальше. В конце концов, катка вроде как обещает быть суперинтересной. Хотя это последний раунд, так что это не суперинтересно будет катка. 30 секунд, 40 точнее, до конца, собственно, игры. Закидывает флэш, и сейчас он их будет пикать, походу. Вот я не понимаю, как он это делает. Он просто лютый хэдшот из дигла. Куда ты? Он вообще, он не целился даже в него. Помощь прицеливания плюс. Помощь прицеливания точно плюс. Да. Помощь прицеливания, как я и сказал, тут точно плюс что-то какие-то лютейшие супер шара этот, ну, впис. Вы поняли. Помощь в обнаружении, я считаю, что все-таки, наверное, была, раз уж что-то последние раунды какую-то хрень лютую показали. Но это как бы смурф немножечко, в конце концов, если вот так вот говорить. Хотя, с другой стороны, я еще раз говорю, я сотрел в бинлайновские катки и прочие катки. Что-то я таких движений особо от игроков жестких не видел. Другие вспомогательные средства не было. Препятствия нормальные. Ну, ХЗ вроде как тоже не было, по-своему не стрелял, в флешки все их не кидал. Да и нам показали вот последние раунды только. Ждем. Next. Ну шо, Инферно, давай посмотрим, что у нас будет непосредственно здесь. 83% попадания в голову, катка длится 29 минут. 30 минут она длится. И подозреваемый на первом месте. Давай глянем. Чего ты, если будешь по-нибудь нифига на пятом раунде? AWP. Забирает первого и, соответственно, ждет. Может быть, кто-то из ямы выйдет. Но пока что никто не выходит, конечно же. У них, к слову, на А всего лишь один человечек. И что-то один АФК-шит вообще. Вон троечка стоит. Просто ничего не делает. Нормально. С кайфом идут, с кайфом. Давай посмотрим. Давай, давай. Так, вроде как он заметил вот этого урагана. Слишком много урагана. Так, один в апсах. По нему будет инфа, конечно же. И цапля зайдет в апсы. Нет, не зайдет. Странно они, конечно, играют. Но ладно, окей. Он забирает уже второго, получается. И ураган движется непосредственно на четверку. И забирает ее. Соответственно, нужно урагана забирать. Он забирает его ноу-скоупом. Очень рискованно. Но, тем не менее, все получилось. Первый раунд взяли. Пока что никаких подозрений ни в чем нету. Есть смысл перемотать, извините. Давай, 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 давай. Нормально. Так, выходит у нас на этот раз на банану. Причем практически всем стаком. И пятерка одна осталась непосредственно на А. И трещотка забрала подозреваемую. Я даже не понял, как, откуда, что. Не проследил за картой. Ну ладно, будем смотреть дальше. Смотрим, короче. Так, опять у нас, собственно, на банану идет двоечка. Непосредственно вместе с Киви. Ну, то есть подозреваемый у нас, да? Да, посмотрим, что он будет тут творить. Что он будет вытворять, делать. Так, девяточка уже выцеливает. Он ее забирает. Ну, плюс-минус дефолтик такой немножечко. Но он, правда, не каждый раунд так делал, конечно. Ну, ладно, окей. Посмотрим, что тут, как тут вообще. Так, взял вроде как молли с собой. Чтобы был, что называется. На шифте двигается им в спину. Ну, они вполне там могут быть, учитывая, что есть инфа, что вроде как на только-только начали заходить. Кое-как он заметил плена и его забрал ураган. Ураган он забрал. Так, ладно, все здесь понятненько. Ускоренная перемозочка проходит. У нас следующий раунд. Ребята опять у нас двигаются в сторону бананы. А террористы тем временем пока что еще непонятно, куда будут двигаться. Или же мид, или же опять же банана. Бомба у нас выходит на балкончик в сторону А, бежит. А подозреваемый запрыгивает непосредственно. Вот подсадочку ему делает. И все. Сидит, ждет их непосредственно на точке Б. А зачем-то попугай их запушил. Нафига-то пятерка их зачем-то пушит сейчас, скорее всего. Нет. Пятерка все-таки забирает бомбу. Так, окей. Подозреваемый тем временем никуда особо не двигается. Их ждут зачем-то на Б, хотя вполне таки себе. Вполне таки себе они могут сдвинуть и в сторону точки А. Но пока что бомба на пятерочке. Так что в принципе, что называется, пофигу. Пока что можно двигаться так, как хочется. Семерочка и девяточка в районе кишки у нас находятся, конечно же. Вот их только что плюс-минус было видно. И они слышат. Они слышат огромное количество шагов. И, соответственно, девяточка забирает сначала первого. Но четверочка все-таки ее добирает. Все понятно. Они забирают этот раунд. Бесполезный раунд в плане подозреваемого, как он двигается. И прочее его вычекивание. Ну, типа, что чекать, если тимбейты тоже, в принципе, чекают. Окей. Ай. У противоположной команды все очень плохо по экономике. Зато у команды подозреваемого все супер. Разве что у Киви куда-то фросрал бабки. Да, интересно. Ну, ладно. Так. Будет ли он опять чекать этот дефолт? Он не чекает его. Ну, как бы чекает, но все-таки, да, все-таки добирает каким-то образом. В голову ему попадает. Как это вообще? Закидывает флешку, и они хотят запушить, собственно говоря, вот эту вот позицию. Но там никого нет. Забирает еще одного в голову. Достаточно странно. Хэдшотики у него летят. Этого тоже в голову, хотя сцелился он ему явно в тело. Что это? Как это вообще? Интересно. Почти что продал тиммейта, можно и так сказать. Ну, хотя, с другой стороны, как бы он что-то... Ой, ой. Плачет друг друга. Ну, это так. Это заигрывание. Такие посленовогодние. Ну, что же, следующий раунд опять двигаются в стороны непосредственно. Точки B. И сейчас, наверное, что-то здесь будут мутиться. Что-то будут делать моментами. Чекнет ли он этот дефолтик. Конечно, чекает он этот дефолт, но там как бы немножечко смок сейчас. Ребята опять пушат. Они суперуверенно себя ведут. Закидывают хэшки, прочее. И у Бэльдога по итогу 37 хп у нас остается. Которые непосредственно находятся в яме. Заходят они, собственно. Опять он в голову челикса забрал. Ну, да, да. Я понял тебя. Хорошо. Болхак, к сожалению, конфирмит. Ну, кстати, на этот раз не в голову. На этот раз не в голову. Поадекватнее, короче говоря, получилось. И будет ли он, собственно... Нет, он, кстати, с авиком остается. Так. Опять в голову. Ну, этого никуда не забрал пока что. И опять в голову. Летят одни головы с АВП. Я такое вижу супер нечасто. Это что-то как-то странненькое. Я считаю, что есть помощь в прицеливании и помощь в обнаружении в данный конкретный момент. Итак, опять он бежит в сторону B. Это его дефолтная такая позиция, где он... Ну, короче, он играет непосредственно с этой точки. Вот и все. Так, чекает у нас дефолтик. Но на этот раз немного с другой стороны чекает его, да? Волхак, конфирмит, опять же, я говорю. Потому что он сразу непосредственно в его сторону. Очень ужасная флешка. Просто он за... С флешем всю команду получается. Там хаешки закидывает, прочее. Смотрит, даже не скопится. И смочит. Молодец. Через стену, через смок. Еще бы в голову. Это вообще был бы сюрп. Так, ладно. Этого тоже забирает. Хотя по нему нет особо никакой инфы. Даже по сути-то. Плентят бомбу на А. И сейчас ребятки будут заходить. Клен у нас куда уйдет? Он уходит на признан. Не самая читаемая позиция, где обычно не видно. Ну, хотя вот сейчас его, допустим, было видно. Забирает в голову. Слишком много летит голов. Что-то даже чересчур на калашах. Очень как-то не сильно я во все это дело верю, что называется. Давайте перемотаем, потому что здесь вроде как уже все хранится. Кули, как говорится, толку. Опять он играет на Б-точке. Смотрит в эту же самую позицию. Каким-то образом невероятно простреливает решетку в голову. Хотя до этого он садился вообще в ту сторону, где был воробей. Воробья, конечно же, выжимают. И ребята опять у нас... Рашат, Рашат. Очень агрессивно играют. Потому что чересчур сильно они в себе уверены. Плюс-минус даже понятно, почему, да? Смотри, он его, кстати, прострелил на минус 82 хп. И сейчас он бежит в его сторону. Его даже не слышно. Блин, ничего не видно. И он все равно выцеливает его непосредственно сюда. То есть это Волхус К5 у нас конфирмит. Уже в очередной раз я это говорю. И ураган у нас остался непосредственно на лангу стоять. И в закрытую, видимо, он там стоит. Не хочет, чтобы его там замочкарили. Инфы по урагану никакой абсолютно нет. Ребята у нас контролят бамбу. И подозреваемый внезапно, видимо, в сторону лангаса сейчас пойдет, да? Ураган чуть-чуть подвигался. Смотри, сейчас что сделает подозреваемый. Смог дает чисто в ту позицию, где ураган непосредственно сейчас находится. ХЕ-шку сюда же, да, дает? Ну да. В Волхах явно есть. Потому что ни инфы не слышно, вообще ничего вот в этом промежутке не было. Классно. Ну что, касаемо вердикта непосредственно. Последний пока что картки. Потому что нужно начинать с малого, как говорится. Помощь прицеливания, да. В обнаружении, да. Другие вспомогательные средства, нет. Средства и препятствия нормальной игре, также нет. Ребятки, на этом я буду заканчивать ролик. Пожалуйста, подписывайтесь на мой твитч. Я там стрэблю, конечно же. Вот и что. Ну и все, соответственно. Увидимся уже в следующем ролике. Это будет совсем-совсем скоро. F9.